Абрусиус Босхарт-старший Абрусиус Босхарт-старший был художником натюрмортов голландского золотого века живописи. Он родился в Антверпене, где и начал свою карьеру, но провел большую часть жизни в Миддлбоге, куда переехал со своей семьей из-за угрозы религиозного преследования. Босхарт относится к числу первых художников, утвердивших цветочный натюрморт в качестве самостоятельного жанра нидерландского искусства. Точность изображения и гармоничность цветов позволяют вставить работы Босхарта в один ряд с его современником Яном Брейгелем-старшим. На полотнах Босхарта рядом с букетами цветов зачастую изображены бабочки или ракушки. Во многих случаях цветы тронуты увяданием, что вводит в полотна Босхарта аллегорический мотив бренности бытия. Художественное направление Амброзия Босхарта продолжили развивать его три сына. Амбросиус Босхарт-младший, Абрахам Босхарт и Иоганнес Босхарт, а также его зять Бартазар Вандер Аст. Их произведения вообще весьма многочисленные и неизменно пользуются спросом на художественных аукционах. Амбросиус Босхарт 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 Амбросиус Босхардт-старший, как и большинство голландских и фламандских художников, не был универсалом. Он специализировался на натюрмортах с цветами. Сразу за фубким очарованием цветов открывается туманный и громадный мир. Цветы, как полагал художник, мы можем рассмотреть. Они маленькие, яркие и красивые. Но мир по ту сторону безграничен. Он находится по ту сторону во всех смыслах слова. Босхардт принимает это и бросает вызов непокоренной природе. Субтитры создавал DimaTorzok Он положил на подоконник ракушки, поставил цветы в вазу, мерцающую скульптурными изображениями. Здесь все, и архитектурное обрамление, и предметы на подоконнике, яркие цветы, привлекая к себе внимание. Он, разглядывая и описывая хрупкие и недолговечные создания, словно собрался перехитрить время. В его картине ваза с цветами присутствует, хотя и скрытый, но намеренный пафос. Босхардт показывает цветы во всем их блеске, делая акцент на самом высоком цветке. Тем не менее, все растения скоро завянут, несколько листьев уже объели насекомые, а внизу лежат несколько опавших соцветий. Останутся неизменными только ракушки и сама ваза. Они переживут многокрасочную прелесть цветов. Все здесь не так, как кажется на первый взгляд. Сложное великолепие ракушек ассоциируется со смертью. Это опустевшие гробницы морских созданий. А когда-то они содержали в себе жизнь, которая олицетворена в образах мушки, стрекозы и гусеницы. Кроме того, достаточно легкого толчка, чтобы ваза упала за окно. Босхардт постоянно напоминает, что все в материальном мире смертно. В его произведении «Цветы в стеклянной вазе» букет состоит из простых цветов, которые стоят не в вазе, а в стакане для вина. Как и в знаменитой «Вазе с цветами» Босхардт дает нам здесь понять, что волшебная природа цветов так же опьянительна для глаз, как вино. Ползущая на переднем плане муха тоже несет намек, что только ничтожное и лишенное чувств существо может повернуться спиной к такому восхитительному зрелищу, как букет цветов. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzok